итак ребята всем привет сегодня у меня очередной выход забрался я вот в такие вот места дубовая роща в общем нахожусь около одного крупного населенного пункта образован официально он в 1723 году да да ребят это петровское время вот образован на картах стал но он изначально очень очень древний потому что в этих просторах я находил золотую орду находки были в общем место перспективное но к сожалению выбито но я сейчас выбрался немножко подальше от основного населенного пункта на окраину отсюда видно населенный пункт просторы шикарные не выходил на коп наверное целую неделю и уже как-то чешутся руки покопать и сегодня походим отдохнем а ломочку собьем с лопаткой и с ногтой да ребята сегодня будет у меня работать ногта в связи с тем что ну последнее время мне он очень очень понравился ну результаты я надеюсь будут если видео сюжет состоялся если меня видите значит что-то у нас отыскалась желаете удачи конечно же ну и кто первый раз на мой канал забрел обязательно подписывайтесь у нас очень много интересного путешествия различные археологические раскопки ходим по старине по заброшкам шурфы и в общем все 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 что связано с кладоискательством так что не забываем заходим почаще проставляем пальчик вверху за трудосторания ну и вперед не будем долго затягивать вступление находки я думаю сегодня все же будут и порадует ну и первый ребят находка первая находка вот такой ножичек старый окислился весь любопытная вещица сначала он как-то очень звонко звенело почему не пойму ну ладно все мы находки вот такого характера не берем с собой оставим здесь идем дальше вот по этим джунглям здесь между прочим летом вообще не проходимо непроходимо вообще и сейчас хорошая возможность что-то здесь поискать в начале вон там он были копки в камрадов вот и сейчас я углубляюсь как бы в глубь леса а поближе к той стороне где было очень достаточно много монет про эти места конечно никто не знает все копают в основном по окраине потому что все монеты большое количество монет были на окраине именно этой дубовой рощи а в целом туда дальше я считаю никто не ходил потому что там просто монет был зашквар идем в ту сторону ну что ребята вот и улыбнулась мне удача иду вот в той области там копки есть но старая может быть и этого года потому что листва все это засыпало но чувствуется под ногами какие-то ямки и вот здесь вот около вот такого бревна может быть сюда катушку не засунули но был четкий сигнал и смотрите крупная монета болен это павел смотрите какой хороший внешний вид 2 копейки год сейчас разглядим вместе тысяча тысяча восемьсот первый год павел зачетно зачетно я здесь павла не находил честно скажу павла я здесь не находил были александр 1 николай 1 а вот а николай 1 и александра вот павла еще не раз не было зачетно сейчас я его помою и посмотрю сохранчик хороший или нет а сохран ребят хочу вам сказать что бодренький хороший окислов на нем сильных нету и монета будет хорошая после чистки прям экземпляр будет шикарнейший вот такой павел приятный экземпляр очень приятно ладно надо будет здесь вот пошукать посмотреть может что еще будет но зачетно забираем и так ребят 2 1 1 туда дальше еще прошел метров наверное на 5 но ничего не было и вернулся сюда же чтобы здесь посмотреть нет ли чё и знаете назад прошелся не знаю но я проходил не цепляла катушка но все же сигнал отыскался и это нас очередная двушка царица полей класс кладу х блин ну для кладу хичит она маловато маловатая кладу х то это сколько 2 3 4 4 5 монет для кладу хита слабовато нет это не клад не клад но все равно приятно были нуленский одно удовольствие все равно сейчас здесь задержусь ешкинку может быть хват может эпицентр найду это все-таки как-то растянута видите такая вот полоса и она растянута 2 1 1 здесь 1 может растянули распахали кладу ху сейчас пошукаю посмотрю может что еще выскочит на пенечке сяду перекурил вы наверное хотите задать вопрос но где же все таки мистика а она началась при монтаже этого видеоролика все файлы которые вы видите они существуют но самые интересные кадры по откапыванию монет они недоступны я пытался открыть файлы разными программами но к моему сожалению так и не получилось я снимаю уже более 7 лет и с такой мистикой встречаюсь впервые файлы есть но они недоступны это как может в этом лесу я чего лишнего увидел и заснял на видеопленку ведь как вы знаете обычным взглядом многое не видно а вот камера порой может заснять необъяснимые факты а что вы думаете по этому поводу напишите в комментарии под этим видео ну а сейчас продолжаем смотреть благо остальные файлы читаемые ну что ребят сижу я на пенечке небольшой перекур делаю монетки от радости я все почистил помыл и сейчас обзору покажу я вот что думаю если это не клад то по недавнишним событиям я предполагаю что может быть это и кереметь потому что здесь монетки кучка там чуть позади меня тоже кучки были вот может быть это кереметное место может быть я кереметь новую нашел вот но факт том что здесь копано очень так вот знаете ну копки есть но они копки как-то вот в степи а здесь чистенько но факт том что выцепил несколько сигналов и сигналы ты зачетные оказались может быть действительно это кереметное место как-то я несколько было вызов у меня на керемете но как-то неудачно то там монета то там 2 а здесь вот так вот неплохо получилось вот так что надеюсь это кереметное место я открыл надеюсь так что смотрим будет думаю еще что-нибудь надеюсь на это если это керемете то здесь обязательно еще должны быть продолжаем на перекур у меня как бы по традиции у меня все комрады кто когда находит монетки обязательно курит за день закоп бывает по пачке скуривает но вот так вот у кого какие традиции ну пойдем дальше дальше искать здесь обязательно сейчас вот углубленные еще похожу может быть туда по распашечке вот по этой вот противопожарной полосе может быть еще чем зацеплю но если что-то зацеплю вы обязательно об этом увидите и узнаете керемете эта вещь серьезная вообще-то бывает прям зашквар у меня один комрад сейчас он уже не занимается копами потому что горит ну он даже металлоискатель свой продал он сказал то что вот свое время лет 10-12 назад когда он этим занимался занимался он только кереметями ребята искал керемете и уезжал он скоба набитая машина в багажнике медных монет очень крупных медных монет и настолько он загружал этими монетами что глушителем чиркал багаж асфальт да да ребят я как бы с его слов говорю уезжает и чиркает глушителем асфальт маши искры были насколько было шикарные места где-то 10-15 лет кто застал эти места кереметные конечно же это все выбито эти места хочу сказать кереметные места именно там где по-моему чуваши да или мар 2 в общем я статистику запомнил что именно те места которые заканчиваются на но населенный пункт запомнили да может быть вам эта информация пригодится в будущем именно деревня или село которое заканчивается на кино заметили запомнили так что имейте ввиду ну это так для новичков можно найти кереметь не битую совсем если кто не знает что такое кереметь ну это как вам сказать кто-то брезгует на такие места ходить на кереметные кереметь это люди когда в свое время ходили замаливали молили богов там на урожай за здоровье и все прочее вот ну на на мое мнение что кереметь ничего плохого в этом нет ну для многих это святое место вот но я считаю что кереметь это ну для меня я даже не знаю как объяснить ну покопать на таких местах очень хочется ладно идем дальше ребят монетки я помыл от радость от счастья это у нас павловские монеты и александровские все двушки ну не знаю чистка покажет насколько они хороши приятный сюжет конечно классные красивые монетки крупные и это крупные монеты всегда радует вот такая красотища всем желаю найти такую красоту просто прелесть но идем дальше ребята идем 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 думаю еще что найдем гуляем уже порядка трех часов за 3 часа я считаю по нынешним меркам это зачет пальчик вверху за трудостороние ребят прохожу мимо вот такой вот павшей сосны видно корни не выдержали веса потому что мертвое дерево и вы знаете часто я вижу на ютубе где камрады выкапывают что-нибудь из корней и дай-ка я думаю проверю эти корни видите здесь как бы ничего не сигналит но здесь почему-то что-то есть я не верю что камрады находят что-то в корнях ребята это просто как бы знаете сигнал есть какой-то я сейчас вне эфира все равно его попробую раскопать но я не верю этим сюжетом которые показывают и вы видите на ютубе что в корнях что-то находит когда-то но это просто я не знаю один из тысячи может быть случаев когда чего-то можно найти но это все бред я считаю что это бред ну сигнал какой то есть в этой ямке я уж пытался здесь что-то ковырять если что-то будет вы конечно об этом узнаете но вероятности практически ноль корни могут фонить могут корни в общем ребята расшвырял я здесь еще больше какие то есть подосторонние звуки какие-то сигналы но я даже не буду это дело копать потому что я уверен что это ерунда были если у вас есть какое-то мнение напишите пожалуйста как вы думаете сюжеты которые копают камрада в корнях подставные фейки или просто-напросто но я в такие вещи не верю ребят не верю чтобы закопать под дерево и потом когда дерево упало сами знаете дерево растет очень очень много и маловероятно что ладно пишите свое мнение про такие корни про и такие видеосюжеты ребят хожу вдоль дубов в общем что я хочу сказать здесь очень много глубоких ямок вот ямка глубокая вон ямка глубокая что думаю я возможно это были хорошие цветные глубокие сигналы и камрады их копали причем это не одна не вторая не третья там тоже ямки глубокие просто так глубокие ямки копать не будут думаю я в них что-то и было значит действительно я рассуждаю правильно что это были возможны керементное место ну не знаю сейчас очень находка была странная тем что вроде лес а поднял вот такую вот крутилочку от керосинки вот спрашивается что в лицу делает керосинка может здесь дом был но я не знаю в дубовые рощи дом сомневаюсь потому что дома были другой местности кстати а сейчас к этим домам может быть и подойду там монеты были николаевского периода сейчас приборчик возьму в машине и доскачу там потому что стройка ведется может быть человек спахали интересно ну ладно идем дальше ну а вот этот ребят лесок отдал нам немножко монет а в частности было хорошие несколько сигналов а в частности были ямки хорошие первая ямка дала нам две монеты павловские затем одиночный сигнал был и другие сигналы тоже я предполагаю что была одна ямка просто ее распахал трактор пять монет достал я и на этом все вот такая безделушка тоже не пойми откуда она здесь не знаю откуда керосинка в лесу ну в принципе за такой вот зачетный выход я думаю вы поставите пальчик вверху я бы поставил потому что не всегда крупные монеты вылазит на поверхность ну что ребят на этом я буду заканчивать свой видеокоп покопали мы сегодня на в дубовой рощи вот и мое предположение что дубовая роща является еще каким-то кереметным местом потому что две ямки хорошо в принципе педали хотел бы ваше мнение услышать насчет кереметных мест как вы думаете стоит ли их искать стоит ли там вообще копать но и по поводу данного места кереметь это или же как-то чего-то потеряшки может быть потому что в этих местах проходил где-то екатериновский тракт который я пытаюсь уже найти в 4 лет так и не могу найти знаю что он проходил между населенным пунктом одним и вторым на старых картах она есть но не могу найти либо где-то рядышком прохожу либо вообще не в той степи но она все-таки есть и пытаюсь найти ну и по находкам принципе у нас сегодня получилось классно александр и павел вот зачетные александровская ямка и павловская классные классные я предполагаю что это все-таки кереметное место и может быть я наткнулся именно на то место вот но больше сигналов как бы и не было хороших хочу вам сказать про проходил еще пару часов после того как распашечку достал и все прям как будто и отрезал но крупные глубокие ямки все-таки в этом лесу есть возможно я просто выцепил те сигналы которые ну просто не дались камрадом как вы знаете каждый год кереметные места выталкивают новые сигналы это уже ну опытный камрад меня поймет и знает почему каждый год новые сигналы появляются земля матушка она выталкивает ненужные металл на поверхность и если вы приходите на свои битые места еще раз они вам дают вкусненько как и сегодня произошло у меня вот так что классно получилось на этом ребята все всем пока до новых встреч на копе не забываем пальчик вверху подписка и комментарий но если есть желание то и делитесь видео соц сетях у себя на страничке в группе так что буду благодарен